На этом занятии мы будем работать с текстом. Добавляю в сцену полимер звезды и переключаюсь в режим Edit. Добавляю материал Matcap Gray. На левую панель добавляю папку Z-Plugin и открываю меню Text 3D N-Vector Shapes. Кликаю New Text и в появившемся окне ввожу любой текст и нажимаю Enter. Появляется 3D Text и в стек добавлен его Subtool. Отключаю видимость Subtool от звезды и начинаю работать с текстом. Кликаю Edit Text и добавляю слово, чтобы получилось Test Again. Ниже можно выбрать и переключать стрипты, кликая по стрелочкам. Клик по названию открывает список, из которого я выбираю Arial. А ниже можно выбрать модификацию шрифта. Черный, жирный, жирный курсив, курсив, тонкий. Тут есть типичные опции настройки шрифта. Можно загрузить внешний файл со шрифтом в форматах TTF, TTC, OTF и Fon. Можно выбирать из всего списка установленных шрифтов, пока мы не будем разбирать работу с SVG, но позднее вернемся к этому. Также тут есть слайдер Extrusion, это делает текст шире или толще. Значение слайдера Resolution меняет плотность полисетки. Если включить кнопку Adaptive, текст создается из минимума необходимых полигонов. Если отключить, то геометрия максимально адаптируется под форму. И сейчас я пока оставлю эту кнопку включенной. Слайдер Spacing отвечает за расстояние между символами. Bevel регулирует фаску по контуру также. Фаска имеет свою полигруппу. Обратная сторона текста тоже имеет другую полигруппу. Отдельная полигруппа у полигонов толщины, позднее при редактировании это будет крайне полезно. Увеличиваю значение Bevel, создается фаска. Bevel Res задает количество рядов полигонов фаски. Я оставил 8 рядов. Slider Curvature округляет фаску. Отрицательные значения вдавливают фаску. Replace, выделяю саптул звезды и скрываю текст. Нажимаю F, центрирую звезду. При нажатии Replace звезда заменяется на текст. Это можно использовать вместо Append. Если вы добавляете много изменений, давайте представим, что вы можете отключить Auto Update, а по включению все эти изменения визуализируются. Vertical. Текст располагается вертикально. Reverse меняет порядок букв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...